Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Емельянова Юлия Олеговна. Я учитель английского языка. Я хочу поделиться с вами своими цифровыми фишками. И поможет мне в этом одна серьезная дама. Кстати, а вот и она. Но вот увидеть ее можно только через камеру смартфона. Готовы? Начинаем! Что читаете? Книгу, конечно. Не буду мешать. Помните, еще несколько лет назад, точнее в нашем детстве, фрестомативной была фраза «Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать». Сейчас в современной школе вполне серьезно эту фразу можно изменить до вида «Как хорошо уметь снимать, не надо никому приставать». И ведь действительно современному педагогу приходится уметь снимать. Трудно представить ситуацию, в которой снимать видео будет неуместно. От современного учителя ждут видеопродукты детских проектов, видеоотчеты о классных мероприятиях, промо-ролик или визитка нужны на конкурсах профессионального мастерства, а обучающие видео нужно создавать для уроков. Да, да, все это уметь должен делать учитель. Современные проблемы требуют современных решений. При этом еще совсем недавно использование видеоматериала на уроке было замечательным способом привлечь внимание детей. А у кого из нас не было ситуации, когда и видео к уроку готово, и чувствуешь себя именно вот так, и вынужден прыгать до доски и показывать, посмотрите, пожалуйста, сюда. Именно да, вот этот кадр мне сейчас нужен. Как с этим бороться? Я для себя недавно открыла ресурс, который позволяет сделать самое скучное видео интересным и живым. Знакомьтесь, ресурс H5P, позволяющий не только создавать, делиться и использовать заново интерактивный контент, но и встраивать его в популярные платформы. Работа на сайте начинается с создания аккаунта. Эта процедура простая и понятна, поэтому можно перейти к созданию контента. Пользователю доступны разные виды контента, которые можно создать. Нас сегодня интересует создание интерактивного видео. Для этого мы открываем нужную вкладку, набираем название видео и выбираем видеоматериал, который будем менять. Можно загрузить файл, а можно просто вставить ссылку на него. У меня есть обучающее видео для учителей по созданию тестов в Google форме. Его я и хочу сделать более живым. На выбор предлагается несколько видов активностей. Можно вставить текст, картинку, ссылку, вопрос с одним ответом, с несколькими, правда ложь, вставить пропущенные слова, перекрестная ссылка внутри файла и так далее. Я хочу выяснить, создавал ли пользователь тесты ранее. Для этого на первых секундах я проведу опрос. Вводим вопрос и варианты ответа. Да, создавал. Тогда мы предлагаем перейти к другой части видео. И второй ответ. Нет, не умею. Тогда зритель остается на месте. Ближе к центру видео я хочу проверить степень вовлеченности моих зрителей. Я предложу им вопрос с вариантами ответа. Мы выбираем вид значка на экране, кнопка или сразу текст. Вы можете добавлять варианты ответов, сами вопросы. Можно проранжировать и оценить их значимость. Еще один вид задания – проанализировать увиденное и сказать о предложенном утверждении, правда это или ложь. Здесь мы оставим текст на экране, а не кнопку, и заполним графу для утверждения. Зритель увидит на экране текст, который мы сможем перемещать по экрану. Таким же образом добавляется и финальное задание. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Итак, метки на линии времени указывают нам время, на котором расположены наши активности. Первое задание выглядит вот таким образом. Показ видео прекращается. Зритель теперь должен отреагировать и выбрать ответ, чтобы перейти или остаться на полный просмотр. Во втором задании мы видим метку на экране. Она теперь рабочая. Нажимаем на нее и переходим к вопросу. Если вопрос неверный, можно снова попытаться ответить или хотя бы посмотреть правильный ответ. То же самое с выбором, правда или ложь. Зритель сразу же проверяет свои знания и видит результат. В конце просмотра каждый участник или учитель видит свои баллы. Важный момент. Для того, чтобы ссылка была рабочей, помните, при публикации видео нужно открыть общий доступ. Таким образом, данный ресурс действительно поможет сделать очные или удаленные уроки интереснее и насыщеннее. Кажется, пора познакомить вас с моей серьезной коллегой. Еще один способ сделать видео интереснее – это использование аватаров от Bitmoji. В сочетании со снэпчатом аватары способны на любые действия. Благодаря этому ресурсу вы совершенно спокойно создадите любое видео, любой плакат, где ваш аватар должен создавать какие-то ненеслимые действия. Ведь если в реальной жизни я могу, конечно, воспроизвести такие действия, то на вот этот поступок я вряд ли способна. И тогда вы можете спокойно пить чай, а ваш аватар сделает все за вас. Надеюсь, что мой опыт был интересен и полезен для вас. И, возможно, уже сегодня вы захотите попробовать сделать свое первое интерактивное видео.